Всем доброе утречко! Сейчас я собралась делать гренки. Сын попросил. Сегодня суббота, но он работает. У него хом-офис, это, ну, дома, да? То, что, видать, перед праздниками много работы. Сейчас он с 10 до 2 будет работать. Я ему сейчас быстренько пожарю гренки, и он начнет работать. Три яйца у меня здесь и немножко молока. Вообще сливки лучше добавлять, но сливок у меня нету, я их сейчас не покупаю в последнее время. Потому что никто не пьет их, если только босикины взять сливки. Шутка. Так что добавляю чуть-чуть молока. И все, жарим. Ну, все, наши гренки готовы. Всем, кто завтракает, желаю приятного аппетита. Сегодня буду пробовать маракуйю со сгущенками. Мне посоветовали, сказали, что вкусно. Так что буду сегодня пробовать. Ну, а Коля тут нам делает завтрак. Знаешь, что хлеб кусочки тоже тут помогут. Пять мужской. Опять мужской завтрак. Да, я чуть нахимичил тут. Все, Коля приготовил завтрак. Завтрак от мужчины называется. Красивый тут, а вон, смотри, сколько ты этого. Перцу набухал. А это эти уголочки хлеба, это осталось гренки, то, что жарила. Но он взял просто, да, ты в сухой сковородке или как поджарил. Оранжен завт, апельсиновый сок. Всем приятного аппетита и доброе утро еще раз. Да? И от меня. Доброе утро. Сейчас поменяла постель и все, он довольный запрыгнула. А пока я меняла, он сидел возле двери и ждал, когда я все это постелю, застелю и вот запрыгнул. Теперь он довольный. Да, Босик? Ой, все, скажи, теперь можно спать спокойно. Погода ужас. В такую погоду только спать. Темно и сыро, да, Босик? Всем привет. Салам алейкум. Привет. Малейкум асалам, да, ответ? Да. Мы знаете, что решили? Мне подписчица написала, что вот это вот маракуйя, вот эту вот, ее можно кушать с этим, со сгущенкой. У нас как раз есть сгущенка. И вот мы решили попробовать. А Коля сейчас вообще-то ее пробовал? Нет. Я ее как-то несколько раз покупала, я ее сама ела, потому что он кислая вообще не любит. Поэтому я думаю, как раз со сгущенкой тебе, может быть, будет вкусно. Она теперь решила сама попрекалываться еще. И вам показать. И вам показать. Ну, вчера я одну съела, она кислая, конечно, ужас. Ну, давай, будем пробовать. У меня побольше, у тебя поменьше. У меня зеленее, да? А, ну, правда же, ааа, перетергивает. Так, ну, пополам мы ее режем. На. Режь. Вот так вот оно выглядит. Ой, запах сразу такой, это кислый меня. Я не буду резать. Режь, режь. Ну, надо было прокутать, да. Я сначала так попробую. Ты сначала так будешь пробовать или сразу сгущенку? Нет, сразу. Ну, я-то знаю, она скильская такая. Вот так она выглядит. Ну, ты сказала, делай, как я. Ну, да, такое кисленькое, но со сгущенкой. Ну, что, будем со сгущенкой, да, пробовать? Ну, попробуй сначала так. Может, тебе понравится. Мне понравится. Кисло. Я не знаю вообще, это как спело, а не спело. Тут как оно по краям желтое, а внутри зеленоватое. Ну, так приятно. Покажение сможет, вы прикалываетесь с меня. Так тебе? Ой, этот сухий. Нормально. Ой, ну капает. Я тоже попробую. Сгущенка это рогачок. Говорили, что очень хорошая. Но мы ее попробовали, да? Она вкусная. Такая же, как все вроде. Ну, как все. Сейчас, подожди. Гост это как и... Это то же самое, что и это, да? Раньше. Вот это в Москве. Это все рекламный ход. Но это белорусская. Ну, вкусная тоже. Я не знаю, другие не пробовали. Смягчает, да? Может, перемешать надо было? Я перемешал. Ну, что? Ну, вот так можно есть. Не, ну, а правда прикольный. Я же ему, не морщить даже. Такой интересный вкус получается. Ммм, спасибо. Точно так можно есть спокойно. Прям смотри, вот так вышкрябывай. У меня сгущенка кончилась. А, ты сгущенку, наверное, сверху съел, поэтому и не морщишься ешь. Это как в этом инстаграме я видела. На арбуз, если полить лимоном. Помнишь, я делала? Не отвлекайся. Тоже прикольно, как-то по-другому получается. Прям вот арбуз мы кусочками порезали и сверху лимоном полили. Тоже интересный такой. Как будто другой фрукт ешь. Дай себе тоже надо. Ну, правда вкусно. Так что советую, пробуйте маракую со сгущенкой. Спасибо, что посоветовали. Как раз у нас была сгущенка. Только теперь маракуйи мало. Да? Их три штучки было всего. Сгущенку можно не только с маракуйей есть. А, ну да. Уже так, с хлебом. Мм, вкусно? Правда. Как десерт. И выглядит красиво. Даже вот так вот подать можно, да, на половинке разрезать и сверху сгущенку. Прикольно. Мм? Мм, теперь мало маракуйи надо купить. И сгущенку, да? Сгущенка есть. Здесь это много же не надо. Все. Навернула. Вот это не доедает. Ну все, будем на этом заканчивать. Пробуйте, очень вкусно, кстати. Советую. Спасибо подписчице. Ну все, Коля поел, ему понравилось. Теперь поедем за маракуйей, да? Да. Да? Только бери на себя. Ты не будешь? Все равно нет. Не твое, да? Нет. Он не любит такое. А я люблю, мне понравилось. Зашло, но... Ну не пошло. Нет, ну как вкусно, да. Ну я не могу. Одно и то же есть постоянно. Не, ну мы же не будем одно и то же есть постоянно. Мне же мясо, вот. А, ну да, ну мясо, да, вот. Вчера, которую рыбу солила же, я целую купила. Вот решила половину, это сегодня в духовке пожарить. Ну а к рыбе, конечно, естественно, картошка. Это я свеклу. Сегодня утром сварила, на завтра буду салат делать. Потому что его надо свежим все равно делать. Ну в смысле, до Рождества у нас в воскресенье. В воскресенье утром я и буду делать этот салат. Я вам покажу. Конечно же. Ну а так все, сейчас это в духовку поставлю быстренько и все. Все, картошечка с рыбкой готова. Сейчас сюда еще лимончик сверху положим. И все, тем, кто кушает, приятного аппетита. У-у-у, темно. Я даже не думала, что так будет сейчас на камере темно. Ну у нас, правда, уже начинает темнеть. Время уже пятый час, да. Еще с такой погодой, то что поливает. Прямо у нас поливает и поливает. Но слава богу, хоть сегодня у нас ветра нет. А то вчера это просто ужас. Шторм какой-то был. Ну многие подписчицы писали, да, что везде по всей Германии. А сегодня просто поливает целый день с утра. И мы так это... Ну я вот приготовила, да, там обед. Но мы не ели с Колей. Сын, как я и сказала, у него сегодня на дому работал. Я так ему приготовила. И потом старшему тоже половину как бы это отдали. Коля просто говорит, давай, может, в ресторан съездим. Поэтому мы не стали есть. Я говорю, ну давай, что. Сейчас съездили немножко в магазин. Подкупились. Ну такое кое-что. Там надо было на завтра. Говорить не буду. Что завтра скажу. Ну, и не знаю, сейчас посидели в машине, но уже приехали на парковку нашу. Думаю, позвоним сразу. Открыт, не открыт. Потому что у нас, например, в Германии, не знаю по всей Германии или нет, но у нас лично по субботам, я имею в виду тут в Гамбурге, да, по субботам они открываются обычно в 4, в 5, в 6. Ну вот, позвонили, и этот в 4 открылся. Так что нам место вроде зарезервировали 2. Посмотрим. Так что встретимся с вами, если что, в ресторане. Немножко поснимаю. Кстати, еще раз хочу поздравить всех с наступающим Рождеством. Получается, выйдет же видео 24-го. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Главное, чтобы было здоровье и мир во всем мире. Вот это вот самое главное. И вообще вот сейчас к нам подкрадывается 2024 год. Неизвестно, неизвестно, что там будет, да, но будем надеяться, что будет все-все хорошо. Вообще эти всякие новости, которые показывают, да, я уже стараюсь не смотреть. Не хочу я знать, что будет дальше. Вот я помню раньше, когда корона началась, да, мы все как эти возле телевизоров сидели, и нам вот постоянно плохие какие-то новости говорили. Мы же себе это все, это как шпайхер, ну как. Ну остается у нас это все, да, и вот этот вот негатив как бы весь это оседает в нас. И поэтому лучше не смотреть. Ну, Коля пришел. А то там надо было кое-что в холодильник положить там. Дочь поливает. Че, не промок? Закутался. Всем привет. Всем привет. Влоги с темой. Ну, я говорю, сейчас поедем, муж меня в ресторан пригласил. Да? Да. Пригласил. А ты не отказался? Ну да, че раз. Тоже от такого отказался. Ну все, поедем. А че делать? Ну да, такая погода. Что-то надо делать. Уже темно, прям нас уже не видно. А я включала свет, а потом уже это. Надо было еще раз завести машину. Ну вот тут красиво так все. Сейчас нам вот принесли меню. Сейчас будем выбирать. Называется Хелена. Видно, не видно? Народу нету вообще, потому что перед Рождеством думали, фоль все, да? Полно, будто нет. Я в красном. Мы с тобой оба в красном, но мы не готовились в ресторан. Так получилось. Вообще никого нет, слушай, мы тут от Ди. Батный ресторан для нас, двоих. Ну, может быть, сейчас попозже подойдут. И что будем выбирать? Нам тут принесли вино. Нам принесли это форш-шпайсы. Первое, или как это сказать? Ну, короче, это такой салат мы заказали перед нашим основным блюдом. Это октопус-салат. Хлебушек принесли. Так красиво все тут. Ну, мы тут частенько так вообще. Ну, давненько не были уже. Вообще, раньше частенько, да, были? Два года назад. А? Полтора года. Полтора даже, да, в этом ресторане? Это у тебя что за вино Мерлот? Мерлот. Да, у меня шардоней. Уже красивый. По-моему, в Царе я такое видела. Ну, прост. Прост. Ну как? Мерлот это полусухое или сухое? Сухое, да. Ну, как раз своему мясу в лам. Баранина, да? Так, ну что, нам принесли главное меню, да? Или как это сказать? Да. У меня, короче, вот это вот сладкая картошка, как пюре. И большие вот эти креветки с овощами. Луколи, лам, койли. Это бедро, баранин. Баранин, бедро, да? Голень. А, голень у тебя? Угу. Окей. Тут тоже пюре, но, правда, просто нормальные картошки пюре и овощи. Ну, такая вкусная сень. Приятного нам аппетита. Красота. Ну, а в конце мы заказали крем-брюле. Это который, типа, как я покупала в Лидоли, да? Ну, а теперь мы натураль. Давай, Коля, пробуй. Баночка другая. А, ну да. Хрустит? Корочка. Умм. Ну, давай. Ну, выглядит так же. Вкусно? Тут еще вафелька торчит такая. Народу здесь, конечно, прибавилось. Я говорила, что никого нет. Сейчас уже везде там сидят люди. Все, мы уже пришли домой. Зажигаем все. Свечечку. Ну, я же, как и сказала, да? Те свечки, которые здесь были, я отнесла на кухню. Теперь будем эту дожигать, которая посередине одна стоит. А то те вот так, они во всю ширину были четыре. Я боялась, что вдруг куда-нибудь сюда капнет, и не дай бог что-нибудь. Вино какое-нибудь? А, посидели в ресторане, и нам подарили там вино. Ну, маленькая бутылочка, сколько тут, наверное, 500, да? Греческая. Ну, да, мы же в греческом ресторане были. А ты что? Что там за вино? Красное, да, вроде бы? Выглядит как. Блэк лайн. Либли. Апелье. Либись. Рот лайн. Прямо как я люблю. Ну, маленькая такая бутылочка. Сколько здесь? 375 миллилитров. Ну, все равно приятно, да? Вот так вот посидели. Сколько мы там, во сколько? Пол пятого приехали, да? Шесть-полтора часа посидели. Вот такая новогодняя подарочная упаковка. Что, ну все, наверное, будем уже на этом заканчивать. Ну, все. К твоим солдатам цвет подходит. А, точно, к моим солдатам. По бокалу вина выпили, что-то так разморило меня. О, обои в красном опять. Ну, все. Еще раз повторяюсь. Всем спасибо огромное. А, у нашей племянницы, между прочим, 24 декабря день рождения. Так что, Кристина, с днем рождения тебя. Всего самого-самого хорошего. Ей 19 лет сегодня. О, обои вина. Обалденно. Да, большая девочка. Я тоже поздравляю. Это моего среднего брата, доча. Так что, с днем рождения тебя. Всего тебе самого-самого хорошего. Ну, все. А всем остальным подписчикам желаю всего самого-самого тоже хорошего. И всем пока. До следующего видео. Пока-пока.